Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 920. События дня. Колоссиным. 3.20-3.25. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия за 23 июня 2016 года. Ну, какие тут события. Мы решили с Володей, с Владимиром Александровичем Пащенко замерить все пруды. 7 прудов. Большие и малые, рядом с деревней. Над чем трудились, сколько, чего и как, чтобы иметь представление. Я накануне сделал сожжень 2 метра в виде буквы А, печатной. Ну, и это видно все. Я даже, некоторые не знают, как это и что. Можно показать вот. Видите, вот от Володи идет с этим. Одна по длине здесь, и он ее проворачивает дальше. И так, одна за другой. Видите, как? И так вот, отойти надо. И проворачивали, проворачивали. Там много километров мы прошли. Шара. Фотографии сделали на память, потому что... Вот я тут встаю. Сфотографировались. Какие данные у нас получились? Размер 7 прудов по Теряевке и рядом который на 23 июня 2018 года. Внутри деревни тут сами выкопали. Ну, как выкопали тут? Маленький был там, полметра не было даже глубины. А тут два с лишним. Пригнали два бульдозера. Они когда-то в Корчене работали. Это было примерно в 1992 году. Размер его 56 метров на 24. 0,13 гектара. Южный тоже. Там КТФ была. Лошадей поили. 116 метров на 50. 0,6 гектара. Храмовый, малоконечный. Около храма, как подъезжаешь, видно его. 144 метра на 54. Это получается 0,78 гектара. Гектара нету даже. А гектар это 100 метров на 100 участок. 10 тысяч квадратных метров. Симаковский, Костровый. 120 метров на 72. 0,86 гектара. Рыжковский, северный. С двумя отрожками. 400 метров на 80 метров. 3,2 гектара. Камагориха, это лагерный, где вся рыба щит. 270 на 134. 3,61 гектара. Второй мостик с тремя отрожками. 6 гектар. Ну, что значит отрожки? Идет прямо. А потом лага к нему подходят. И тоже заполнились. Вот я замерил от первого до второго мостика. 276 метров. 276. А тросток, который идет в сторону урывки, 280 метров туда и обратно. Вот посчитай, сколько. Вот до шлюза. 180 метров от основного пруда. И отрожек прямо по прямой пруда. 460 метров. Это уже обойти надо было весь пруд. А потом 460 туда, 460 обратно. Ну, так это все приблизительно. Вот так. Остальное тут я уже насчитал. Итого 15,18 гектара. Называется зеркало. Воды сверху. При средней глубине в полтора метра везде это 227 тысяч 100 кубометров. Воды. 227 тысяч. Александр Марьяцов пишет. «Мир вам, Игнатий Тихонович, молимся с момента опубликования вами о сложившейся ситуации по отношению к лагерю Стану. Дьявол хочет зачеркнуть всю память через новоявленного законника и прокуратора Максима. Вразуми его, Господи, наставь на путь к истине в покаянии. Не вмини ему, Господи, во грех делание мысли и разумение его суп противоисторической памяти земного творения лагеря Стана, который в музей превратили, на уничтожение его. «Спаси Христос». Ну, вот он воюет, допустим, а мы тоже сделали накануне. И оказалось, что все по ограде, где взято 0,16 гектара. А это 0,09 гектара, где непосредственно находятся. 0,09 гектара. Вот как. 0,09 гектара. Ну, представьте, даже десятая часть гектара. Не на навозной куче. Вообще даже полквадратного сантиметра мы не занимаем. Вот поставили задачу уничтожить. Это не просто игра, хулиганство какое-то. И это все власть делает. И вот пишут там такие, такие, это получает. За год они получили 56 миллионов. И каждый публикует люди. Пенсионные возраст. Меня это совершенно не касается. Мне этого хватает. И всегда воровали. Воры и дороги. Вот это главный вопрос о дороге. Дороги вот мы как-то делаем. Воров у нас нету. Не воруют. Конечно, им это... Как это не воруют? Это где... Ничего, нигде не лежит плохо. Лежит. Никто не ворует. Найдет. Вот я вот нашел платочек. Ну, платочек. Что такое? Насовой платочек. Вчера как раз банный день у нас был. Я его выстирал и повесил сушить. И всем объявил, у кого потерялся платочек синенький. Ничего нет. Никто не взял. Я бы сушил. Потом пришел. Остановил наших девиз. Идут. Кармана нету. Ну и подарил Полине. Вот тебе платочек будет. Все. А если где-то на дороге нашли, его тут же повесили. Прямо над дорогой. Как бы думал, дуб мамриски называем. Ну, кто найдет? Объявят еще. Сергей Горохов. Мир вам, Игнатий Тихонович. За раба Божия Максима будем молиться. Ибо сказано, молите за обижающих вас и творящих вам напасть. Прошу всех молиться. Это полковник Мамонтовского района. Прокурор. Затеял, чтобы у нас все сломали. Увидели. И придумывает, что я захватил. Самовольно. Он не знал. Скажем так, по незнанию. Вели в заблуждение его. Или меня, говорит, обманывать нетрудно. И я сам обманываться рад. Когда человек полжизни считал, что он крещен. Так. В преддверии крещения в Потеряевке. Хочу изложить некоторые полезные соображения. Целиком на ваше усмотрение. Когда человек полжизни считал, что он крещен. А потом он вдруг перестал так считать. То имеет место не отсутствие крещения, а сомнение в нем. И святая церковь давно уже предусмотрела такой вариант событий. И предложила крещение с оговоркой. Крещается раб Божий, ащи не крещен. То есть, если не крещен. Отец Аким должен знать об этом решении ситуации. Но он так и говорит, так и делает. Благодарю Сергею, что он здесь. Таким образом избегается перекрещивание и нарушение символа веры и исповеда Единой Крещения. И человек теперь уже точно знает, что он крещен. И крещен правильно. Как правило, ведь это в сознательном возрасте. Так и всякие обвинения РПЦ сами собой отпадут. И отец Аким будет спокоен, так как имело место свидетельство против священника. И со слов желающего креститься, может быть, все равно непонятно, как происходило его таинство. Он ведь рядом не стоял. А человек может что-то забыть, перепутать и так далее. А одно остается точно, что есть сомнение в крещении. Видишь, какое умное рассуждение хорошее. Но у нас все время так и было всегда. Тут больше даже должна значиться катехизация. А то можно и второй раз креститься. А слово Божие второй раз в кавычках так и не стало для него авторитетом. А ведь всего делов-то добавит в конце крещения, а еще не крещен. Да благословит вас Христос. Спаси Христос. Юрий Соболев. Да поможет вам Господь, Игнатий Тихонович. Укрепимся в молитве. Виктор Савченко. Помоги Господи, смягчи сердце Максима. Наталья Усатая. Об этой гендерной Библии слышала из американских источников по защите общества ЛГБ в 2016. То есть официально насаждают усиленно садом. Готовят к огню. Значит, земля должна быть сожжена. Один из признаков, что везде гей, парады, то другое, всю эту мерзость выставляет и гонит, чтобы Господа дражнет. Вот как вот дразнет, большого показывает, палец там средний и прочее. А самое страшное, что трактует Писание как угодно и прям вырывает и изменяет стихи Писания. Надо дома хранить Библию синодального перевода, а время придет, и этой Библии не будет. И будут искать от края до края земли, и не найдут. Что ждет наших детей и внуков? Остается молиться и строго учить страху Божьему. Полное право феминизма, видимо, хотят отвоевать. От этого феминизма еще ни разу нигде добра-то не было. А какое они летут? Даже отче наш надо исправить. Ну, наглое, женское. Дурнина. Слабое создание. Немощное. Лично в магазинах для книг и в католических соборах не видела такой Библии. Ужас. Так, я отвечаю. Большая просьба ко всем. Сообщите всем духовным людям. И сами в том прибудьте. Чтобы усердно молиться не день, а постоянно о Максиме, прокуроре, который зовет указы против нашего достояния, строения лагеря Стана музея, чтобы Господь Бог утишил его гнев и обратил на путь служения Христу Спасителю и не ожесточался. И судей бы дал добрых. И на это полковника подал я в суд за неправду его. Исход 7.1. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом-фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Вот так и здесь что-то дальше будет явлено. Сайт к истине. Это Максим Степаненко. И говорит, Бог в помощь. Добрый плотник. Будем молиться, потому что наше обрание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миров правителей тьмы века сего, против духов злого поднебесной. Ефесянам 6.12. Илья, Наталья пишет. Спаси Христос, молимся. Помоги нам, Господи, ибо на тебя надежда наша, но да будет воля твоя. Владимир Опперман. Будем молиться. Эти сколько помощников. Так что тут никому не устоять. Почему? Да Бог. Ну что-то замыслы какие-то были. Ну допустил Бог революции. Ну кончилось, опять вернулось. Вернулось, все, и торгуют, и воруют. Ну ты доверься Богу-то, и будет как надо. Молиться надо. Мы больше ничего не предпринимаем. Пройдет время сейчас какое-то коротко. Нам сообщат, что там есть. У меня замысел-то есть. Я вспоминаю. Паулюс был пленен в Сталинграде. И никто не знал. Живой он и неживой немцы не знали. Свидей нет. Его перевозили с места на место. И когда Нью-Йоркбинский процесс был, советские заявили, что у нас есть свидетель, желает выступить. А до этого они отрицали, что план Барбаросса готовился, разрабатывался заранее. Не было этого. И вдруг в зал входит Паулюс. Ясно, что Геринги, все увидели его и поняли, это конец. Он же разрабатывал планы. Говорит, да я разрабатывал, да, виной он тут другое. А вы-то стояли, ты сидел там, а ты стоял там-то. Но они обещали ему, Паулюсу, советские, встречу с женой. Он очень любил ее. Ему 50 сколько лет уже было, понятно. Но что-нибудь это как бы трогательно было, ужасно. Когда он все сказал, все, ему свидание не дали, и опять его руки за спину, и уволокли в Советский Союз. Ну, представьте, вот села его 54 года, сколько было, и он плакал. Написано, плакал. Я впервые, считая фельдмаршал, плакал, что он понял, никогда с ней не свидеться. Ну, может быть, думали, так, поведи туда, а там кто-то где-то как-то, убьют его и прочее. Ну, а почему нельзя было жену? Жену увезти в Советский Союз или здесь встретиться где-то в посольстве, там и в нюрнбинских этих коридорах. Ну, можно было, но по обычной своей жестокосердности не дали встречи. Я это понимаю, когда у меня должна была быть встреча, когда ты сидишь там. Ничего не надо, просто увидеть через стекло, пару слов сказать, помолиться. Я это очень сильно понимаю. Очень сильно. У меня стихотворения там были написаны на эту тему встречи. И не дали. А вскоре она умерла. Умерла, он так и не встретился. Ну, просто вот жестокосердие безбожное. И те, которые это делали, увозили, Сталин, кто давал указания, никого нету, ни одного. Все умерли, все до единого, чисто. А перед Богом зафиксированы и слеза, и прочее. Вот так. А ты иди, а я жесточу сердце. Ну что, в субботний день вчера мы вот много с Володей. Можно даже было посчитать, сколько километров по густой траве, везде ходили, замеряли. Ну и вот, выдали данные. 227 тысяч, 100 кубометров воды у нас. Можно здесь быть 227 тысяч. Если по 3 тысячи, но это много. много. Систерны полные, 3000 тонн идет. 227. Это, ух. Ну и правда, воды там много. Может, где-то еще в подсчетах там какие-то неточности. Но, в общем, так получилось у меня. Ну, а потом Володя точно скорее топит в баню. В бане помылись мы, переоделись, чуть-чуть отдохнули и в храм. Приехал брат наш, Бавр Севастьян. Братья остальные там уехали. Пожар был в одном месте, помогают крышу восстановить. Некому вести богослужение. А вон вот он здесь оказался наш брат и провел хорошо богослужение. Спаси Христос. А вечером батюшка сводит. Какая буря, какой ветер в Барнауле. Там деревья ломает. Я говорю, боюсь даже выйти. Все свистит, летит. И железо, и с крыши. А мы-то сидим здесь, ничего этого нет. Я говорю, да было, тут даже в окно глянул, трава не колышется. Маленько посверкало, даже электричество отключалось. А потом опять все включили. Вот такое там у нас в Барнауле батюшка вчера несколько раз подряд звонил. Рассказывал. Это уже на сон грядущий. По милости Божией все закончилось благополучно. И смотрю вечером у меня на 4 пруда наши обмеры исчезли. Как исчезли, не знаю. Володя говорит, может другую папку попало. Не знаю, пойдем посмотрим. И стали искать, и там у меня есть папка кошки. И туда улетела. Как она могла туда улететь? И понятия никакого. Ну, достал все данные. Вот есть я их засчитал. Теперь мы уже представляем сколько гектар, 15 гектар поверхности воды. 15 гектар это много. Это очень много даже для 20 дворов. Так что кащать воду есть откуда. Вот так. У меня тут легко спать у всех комаров. Давлю-давлю днем, если залетают. А там плохо борются. На этом у нас на сегодня. Все, сейчас воскресенье. идем в храм. Следим